Здравствуйте, уважаемые телезрители! Мы завершаем небольшой цикл наших телепередач в нашей телепрограмме «Наше мнение» По поводу состояния православного мира сегодня опять на перепутье или как нам относиться к тем кризисным моментам, которые проявляются на Украине и в других частях света на Ближнем Востоке, к тем, так сказать, моментам недопонимания или обострения отношений между гражданским обществом и церковной общественностью, как, например, в Екатеринбурге или вокруг Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге. Я склонен считать, что это все события неординарные. Относиться к ним как к случайностям я бы не советовал с моей точки зрения. Здесь определяется в известной мере некоторая тенденция отношения к религиозным ценностям и смыслам, в частности, в их православной редакции, в православной трактовке. Меня удивляет позиция русской православной церкви по этому вопросу. Сколько они уже? 30 лет бегают, так сказать, вот все эти попы и прочее с этими костями семьи Николая II, вот пытаются, значит, их там захоронить в Исаакиевском соборе. Я вспоминаю эту постыдную сцену, когда полупьяный Ельцин там, значит, присутствовал, и светоч этой демократии Лихачев посадили его в нарушение всех православных канонов там в кресло, вот, и тот не устоял на ногах, там танцевали, ходили. Но, слава Богу, святейший патриарх, тогда еще живой Алексий, на это родение не приехал. Да и не дело это, как мне представляется церковной иерархией, не тем, как мне думается, следует заниматься властителем православных душ. А то, что они властители, это же несомненно. Поэтому Господь Бог нас всех, точнее, и их, и нас всех, так сказать, подвигает. Так вот, я хочу сказать, что сегодня нам очень важно, нам, ну, здравомыслящей части нашего общества, очень важно сохранить вот те геодуховные центры влияния, которые есть в православном мире. Нам важно сохранить ту геодуховную общность, которая формируется в связи с наличием, если так можно сказать, сети церковных храмов. Вы посмотрите, как грамотно делается это, вот, расширение этой сети в Москве. Под руководством, так сказать, человека отнюдь не русской этничности. Ресин, он еврей, а тем не менее, так сказать, вы посмотрите, как он умело руководит созданием и построением реализации вот этой программы 200 храмов в Москве. Почти закончилась эта программа. Хоть один человек восстал? Нет. Потому что все делается очень конкретно, очень цивилизационно, очень разъяснительно со всех точек зрения. Понимаете, какая штука? Скорее, возникает в Москве проблема с мусульманскими мечетями. Многим не нравится. Например, вот у меня там сын на Алтуфинском шоссе зовет. Построили большую мечеть. Кричат там в этот репродуктор во время молитвы. У нас еще в Москве недавно на проспекте мира резали жертвоприношение. Но сейчас, слава богу, убирается все это, уходит. Поэтому вот эту геодуховную общность, геодуховную, если так можно сказать, цельность нам нужно сохранять и приумножать. Ведь в чем проблема? Вы посмотрите, есть такое понятие физиология церковного храма. Вот когда заходишь в храм, тебя обуревает какая-то определенная своя атмосфера. Обратите внимание, сколько во время причастия целуют там, так сказать, цветы, иконы, кресты. Кто-нибудь заболел? Кто-нибудь, так сказать, получил какую-нибудь инфекцию, инфлюенцию и так далее? Нет. О чем это свидетельствует? Примерно о том же, о чем свидетельствует чудо получения Божьего огня, так сказать, в Иерусалиме во время Пасхи, который несется потом по всему православному миру. Так вот, я что хочу сказать? Я хочу сказать, что существование религиозных миров, цивилизаций, а их не так-то много. Это христианский мир, 2 миллиарда человек объединяет. Это православный мир, 500 миллионов, почему-то мы забываем об этих цифрах. Исламский мир, полтора миллиарда, сегодня говорят. Буддистский мир, так сказать, который также воспринял, возродился и продолжает возрождаться в наше время. И это очень хорошо. Почему хорошо? Потому что, объясняю с моей точки зрения, появление мировых религий, появление мировых религий в качестве, так сказать, геодуховного влияния на все мировое человечество, вот, образовалась вероисповедная связь людей. Вот разрушить эту вероисповедную часть людей, это важнейшая задача современного масонства, которая была поставлена еще в 1715 году, и с тех пор ничего не изменилось, они продолжают проводить эту свою линию на Западе. Вот. Удалось им это сделать? Частично да, частично нет. Потому что вероисповедная связь людей, она независима, коллеги, независима от этнической, от языковой, от политических связей. Люди объединяются как единоверцы. Обратите на это внимание. Вот. И мне кажется, что президент Путин очень правильное решение принял, когда подписал поправку, по-моему, номер в статью 2, закона об экстремизме, дал по рукам всем этим судебным властям попыток, так сказать, оценить церковные книги, Библию. В частности, тогда шла речь о Коране, Коран, так сказать, Танах, вот, как экстремистские, значит, гаджур буддийские. Что вы делаете? Именно с этого начинается, так сказать, дискредитация религиозных ценностей и смысла. Вот мне думается, что отсюда, отсюда и важные вытекают выводы, а именно, они, так сказать, безразличны к территориальным границам государств. Они безразличны к этническому и социальному происхождению последовательно. Вот говорят, Христос – еврей, вы что, с ума сошли, так сказать, как Бог может иметь этничность? Христос – сын Божий. Подумайте об этом, уважаемые коллеги из иудейского лагеря, так сказать, какой он еврей? Он сын Божий. Мне очень понравился, так сказать, комментарий Ани в твиттере своем. Она говорит, значит, иудей Зеленский, значит, клянется на славянском Евангелии в верности украинскому народу. Слушайте, ну не комедия, так сказать, вот в этом, просто комедия. Я всегда говорил и буду продолжать говорить. Нет смысла разговаривать сегодня об украинской действительности. Просто мы говорим о православии в украинской упаковке, это другое дело. Так вот, мировые религии безразличны к имущественному статусу, к полу, возрасту. Это позволяет создавать, так можно сказать, полиэтнические империи. Вот говорят сегодня о кризисе мультикультурализма на Западе. Да он и будет этот кризис. Потому что там, что, каждая культура все равно на особицу. Мол, давайте, в России все по-другому. На Западе нет русских евреев, на Западе нет русских немцев, на Западе нет русских армян, на Западе нет русских грузин и так далее. Настолько мощна эта этногеополитическая, если так можно сказать, общность, которая именно православием фиксируется и именно православием развивается, что у нас создаются и новые этнические ощущения. Кстати, я поклонник категории советский народ, которую ввел или озвучил в свое время на 25-м съезде КПСС Леонид Ильич Брежнев. Ну, Брежнев еще ждет Ренессанс, это выдающийся государственный деятель, я его лично знал. Мне посчастливилось, так сказать, общаться с Леонидом Ильичем. Десятилетка, которую выдал Брежнев с 67-го по 77-й годы, она не превзойдена по своим, так сказать, качествам. Так вот, советский народ – это новая историческая общность людей. В чем заключается эта новизна? Эта новизна заключается в том, что этническая идентичность советского человека формировалась не по принципу «свой-чужой», а по принципу «мы все свои». Понимаете? 88 миллионов человек в Советском Союзе проживало от смешанных межэтнических браков. Здесь, даже если хотите, на генетическом уровне решался вопрос создания новой этничности. Жаль, что этот вопрос, что этот процесс прервался. Хотя, кто его знает, сегодня опять идут примерно такие же процессы, как в советское время. Только слово «советский» заменили «российский». Я считаю, что русский, а можно в скобочках писать, российский народ, безусловно, является, так сказать, представителем суверенности в Российской Федерации. Вот, мне кажется, это очень существенно и важно для дальнейшего развития наших отношений. Ну и, наконец, в заключение хочу сказать следующее, что религиозный фактор, он ведь является не только, если так можно выразиться, способом познания мира, постижения мира, способом усвоения нравственных, этических норм и ценностей, но он является еще и организационным скрепом, который создает мировые цивилизации. В основе мировой цивилизационной структуры лежит именно мирополитический, мирорелигиозный аспект. Вот, западнохристианская цивилизация, восточнохристианская православная цивилизация, восточно-буддийская цивилизация, восточно-исламская цивилизация – это не просто слова, уважаемые коллеги. Выньте из этих слов, из этих терминов религиозный фактор, и эти цивилизации рухнут. Как только в какой-то, если так можно сказать, момент исторического развития человечества предавались религиозные ценности, это явление прекращали быть. Ну, возьмите, например, фашистскую Германию. Они отрицали религиозный фактор, они строили свой рейх на безрелигиозной основе. Сколько он просуществовал? Ну, правда, здесь понадобилось, так сказать, участие русских и Советского Союза. Тем не менее, факт остается фактом. Я жду от вас сообщений о том, как нам дальше вести с вами разговор. Мне было бы очень небезразлично узнать и ваше мнение о православном мире, куда он идет, топчется на месте или, в общем-то, приходит к определенным кризисным явлениям. Благодарю всех за внимание. До скорых встреч. До свидания. Продолжение следует...